В регионах снова нехватка медпрепаратов, на этот раз в дефиците вакцина БЦЖ. Так, в перинатальном центре Ивано-Франковской ее нет уже больше двух месяцев. Это при том, что вакцинации из-за критической ситуации с заболеванием туберкулезом подлежат все новорожденные. Когда ждать появления препаратов, выясняли наши корреспонденты. На днях Алла Лаври вродила третьего ребенка, дочь Илону. Двум своим старшим сыновьям женщина делала прививки от туберкулеза сразу в роддоме. Говорит, планировала вакцинировать и дочь. Но, как выяснилось сейчас, в областном перинатальном центре сделать это не могут. Врачи центра рассказывают, десятки роженец ежедневно просят сделать прививки младенцам. Но, к сожалению, они вынуждены всем отказывать. Вакцинировать попросту нечем. Прошлогодние запасы в больнице закончились еще два месяца назад. А новые не поступили. Новонародженная дитина должна быть привита от протитуберкулезной вакцины. Сейчас это очень актуально, потому что в стране очень широкое заболевание туберкулез. И поэтому каждая мама готова провести это бессижевание. Однако, на данный момент, ее нет у нас наявности. Обеспокоенных родителей врачи перинатального центра успокаивают. Прививки можно сделать в детской поликлинике. Но, как выяснилось, и там вакцины БЦЖ уже давно нет. Вакцины БЦЖ сейчас, на данный момент, у нас в поликлинице нет. Минулого года, в вересни месяце, мы получили за год 8500 доз вакцины БЦЖ. Мы охопили приблизительно 2390 детей. В городском управлении здравоохранения о дефиците вакцин БЦЖ знают. Говорят, с этим вопросом они уже обратились в Минздрав. У нас на сегодняшний день действительно склалась та ситуация, что вакцины бракует. Министерство охраны здоровья обещает, что, возможно, уже в вересне, на початку жевтня, будут новые поставки вакцин, в том числе и вакцины БЦЖ. Я думаю, что уже ближе до початка осени мы будем знать четко, когда и какую вакцину мы получим. Как выяснилось, не хватает сейчас в Ивано-Франковске не только вакцин БЦЖ, но и еще многих препаратов. По словам медиков, нет вакцин от полиамилита. Кроме того, до конца года в области, как и во всей стране, не будет и пентоксима. Вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша, которые дети до года должны получать дважды. Когда же в регионах появятся необходимые препараты? Мы обратились с запросом в Министерство здравоохранения. Ждем ответа.